Добрый вечер! С главными событиями дня в эфире Вести Магнитогорск. С вами Светлана Мансурова. Четыре материала на гастарбайтеров направлено в суд в результате проверки одного из строящихся поселков Магнитогорска. Всего за 10 дней операции нелегальный мигрант выявлено больше 70 нарушений иностранными гражданами режима пребывания в России. В рейде с милиционерами побывал Виталий Березин. Очередной рейд сотрудники милиции и миграционной службы провели в поселке, который сейчас строится в районе ТСС. Здесь возводятся десятки коттеджей. Заказчики часто принимают на работу гастарбайтеров. Их труд в 2-3 раза дешевле, но только с документами не все в порядке. А что ты не едешь получать? Результат регулярных проверок милиции налицо. Сегодня гастарбайтеры стали более дисциплинированными. Некоторые даже успели оформить российское гражданство. Однако у остальных часто отсутствует разрешение на работу и трудовой договор. Живут мигранты, как правило, в вагончиках и на чердаках недостроенных коттеджей без элементарных условий. Готовят пищу на костре, которую разводят прямо в здании. За час милиционеры задержали 16 гастарбайтеров. После проверки на четверых были направлены материалы в суд за нарушение режима пребывания на российской территории. Им грозит штраф с выдворением или без него. Наибольшее количество нелегалов у нас находится на строящихся объектах. Это стройки разного рода. Это рынки. Ну и также по местам проживания. То есть это места, приближенные к основным рынкам. Операция «Нелегальный мигрант» закончится 29 сентября. Однако в обычном режиме проверки будут продолжаться и дальше. Виталий Березин, Иван Алексеев, Вести, Магнитогорск. Торговый центр «Риф-Паллада» будет снесен. Такое решение накануне принял арбитражный суд Челябинской области. Здание демонтируют через два месяца после вступления судебного решения в силу. Сооружение признали самовольной постройкой. По закону легализовать его на данном этапе уже нельзя. Изначально застройщикам не были получены необходимые документы. Под строительство этого комплекса не было выделения земли. Под проект этого комплекса не был согласован. Проект этого комплекса не прошел государственную экспертизу. Повторяю, не муниципальную, не городскую, а государственную, не ведомственную экспертизу. По мнению представителей муниципалитета, владельцы торгового центра обратятся в вышестоящие инстанции для обжалования решения. Но, как показывает судебная практика, это только отстрочит снос, но не отменит его. Далее в нашем выпуске. В борьбе за пассажира трестый электротранспорт готовится к зиме и создает комфорт в вагонах. Не усатые няни, а специалисты высшей квалификации. Сегодня профессиональный праздник работников дошкольного образования. Мастера малой ракетки готовы держать удар. В Магнитогорске стартовал Кубок России по настольному теннису. В эфире Вести Магнитогорск. Мы рассказываем о главных событиях дня. Сегодня областное законодательное собрание приняло бюджет на следующий год. Чиновники им очень довольны. В следующем году регион потратит более 60 миллиардов рублей, причем большую часть на социальные нужды. Документ получился бездефицитным, и в нем нашлось место даже для покупки книг в муниципальные библиотеки. Впервые появились статьи, о которых раньше и мечтать не могли. Строительство дорог муниципального значения, создание новых рабочих мест в детских садах, приобретение транспорта для сельской местности и другие. Мы рассчитываем жить по доходам и не делить шкуру неубитого медведя. То есть, если появятся потом дополнительные доходы, прибыль дополнительно будет получена предприятиями, налоги на прибыль пойдут в бюджет, то депутаты законодательного собрания, губернатор разделят эти дополнительные доходы по тем же направлениям, приоритетным, которые определены нашей бюджетной политикой. То, что бюджет 2008 утвердят в сентябре, а не в ноябре, как обычно, ни у кого не вызывало сомнений. Областные чиновники говорят, что у муниципалитетов будет больше трех месяцев, чтобы провести необходимые конкурсы и с 1 января начать осваивать деньги. Более 20 миллионов рублей вложил трест электротранспорт в подготовку к работе зимой. Полностью отремонтированы 8 снегоуборщиков и автотранспортная техника. По сравнению с прошлым годом, финансирование подготовки увеличено в 10 раз. Все подробности у Андрея Подольского. В городском парке 308 трамвайных вагонов. Ежесуточно на маршруты выходят почти на 100 вагонов меньше. Они стоят на ремонте или в резерве. На улице плюс 20, а в ремонтных боксах еще жарче. Приходится уделять больше внимания по утеплению салонов, по обогреву салонов, чтобы пассажиры комфортно себя чувствовали зимой. Этот снегоочиститель изготовлен 50 лет назад, когда трамвайщики были в составе металлургического комбината. Таких снегоуборочных комбайнов 8. Технику стараются поддерживать в рабочем состоянии. Уже сегодня все на ходу. У нас очень тяжелые условия зимний период, особенно во время снегопадов, морозов. Ну что я могу сказать по прошедшим периодам, уже на протяжении многих лет. Вот именно в тяжелые моменты коллектив сплачивается и делает все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальную работу электротранспорта на линии. Львиную долю средств, а именно 19 миллионов, на подготовку к зиме выделила городская администрация. На эти деньги отремонтированы 2 километра путей, утеплены трамваи и бытовые помещения для транспортников. В прошлом году, когда были обильные снегопады, серьезных осложнений с движением не возникало. Мы в прошлом году вложили в подготовку 2 миллиона 300 рублей, то в этом году на порядок в кратное количество число раз выше, эффективнее. В планах трамвайщиков оборудовать к зиме большинство вагонов теплыми креслами и смонтировать дополнительные нагреватели. Если сейчас трес выплачивает за электроэнергию ежемесячно 5 миллионов рублей, зимой будет платить на миллион больше. Андрей Подольский, Иван Алексеев, Вести, Магнитогорск. Сегодня председатель городского собрания депутатов Александр Морозов встретился с членами общественного объединения «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», которые вернулись из поездки в Санкт-Петербург. Мария Литвинова нашла могилу своего отца. 65 лет он считался без вести пропавшим. Но есть данные, что 397-я стрелковая дивизия, все погибли в Старорусский район. И ваш папа тоже погиб. И фамилия есть там, в Старорусском районе, в книге памяти. А вот теперь нашли здесь. Общественная организация «Память сердца» насчитывает около 100 тысяч сирот Великой Отечественной. Вот уже более 7 лет они ездят по местам боев, где погибли их родственники. Деньги на патриотические экспедиции выделяет областной бюджет. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. В этот день, почти 150 лет назад, в Петербурге был открыт первый детский сад. В Магнитогорске в этой системе трудится более 4,5 тысяч человек. Об особенностях работы с малышами Ольга Беличенко. Посмотри, работа такая, ну пустяшовая. Вот берешь инструмент, открываешь крышечку, сажаешь. Так, вот так, раз, раз, раз. Все, все, закрываешь и уносишь. И все? Ну да. Ой, ерунда, тогда ладно. Много народу? 30 человек. 30 человек, ерунда. Вот это говорили, и все. А-а-а! Посвятить свою жизнь работе в детском саду решится не каждый. Кроме невысокой зарплаты еще и трудный сахар. Поэтому и не хватает специалистов. Ну а кто приходит, то всерьез и надолго. Но призвание и любовь к детям еще не все качества, которые необходимы воспитателю. Огромное терпение, желание, творчество. Их ведь надо заинтересовать. Наши дети с задержкой психородителей приходят, им не хочется заниматься, им неинтересно. Надо так организовать и занятия, вообще весь процесс. Галина Ивановна более 30 лет в системе дошкольного образования. Окончив медучилище, работала врачом в детском саду. А потом выучилась на логопеда. Раньше таких специалистов не хватало. А детей с речевыми проблемами было много. Впрочем, как и сейчас. У Галины Ивановны большой опыт работы. Своим опытом работы она делится и с нами, и со студентами, которые приходят к нам работать. Благодаря Галине Ивановне на базе нашего дошкольного учреждения организована экспериментальная площадка. И не только. С годами нарабатывая опыт, Галина Калинина создала наглядные пособия в помощь молодым коллегам. 116-й детсад уже 14 лет специализируется на воспитании детей с задержкой психического развития. Помимо логопеда с ребятишками работают дефектолог, психоневролог, социальный педагог. Работа в тандеме дает свои плоды. 98% выпускников идут в обычные, не специализированные школы. Минувшим летом Галина Ивановна удостоена гранта губернатора. Но лучшая награда для нее – благодарность родителей и самих воспитанников. Очень приятно, когда встретишь на улице выпускников, которые у тебя в течение, допустим, 20 лет назад учились, или даже 30, и они тебя узнают. Вы знаете, как приятно. Ольга Беличенко, Алексей Гондаренко, Вести, Магнитогорск. Ученики детской музыкальной школы номер 3 стали победителями 12-го международного фестиваля, который проходил в Болгарии в городе Добричи. Магнитогорцы заняли три первых места сразу в трех номинациях. Конкуренцию им составили музыканты из 20 стран мира. Исполняя Глеера на международном конкурсе, Кристина знала, что она представляет не только свой город-область, но и Россию. А значит, результат должен быть только лучше. Мы занимались почти все лето и готовились очень серьезно к этому конкурсу. Чувствовали большую ответственность, потому что мы своим детям говорили, что ты выходишь на сцену. Допустим, вот я настраивала свою ученицу, говорю, Кристина, тебя объявят. Кристина Ковалева – Россия. Ты представляешь не только свой город и свою область. Ты представляешь свою страну. Наши музыканты оказались вне конкуренции. Все четверо заняли призовые места. Кристина Ковалева впервые выехала на международный конкурс. И сразу такая удача. Но за победой многочасовые репетиции. Она с пяти лет играет на фортепиано. Любовь к музыке передалась девочке по наследству. В семье Ковалевых все музыканты. Кристина не меньше любит читать и рисовать, но музыка на первом месте. Я очень волновалась, когда выходила на сцену. Боялась, переживала. Деда Александровна помогла мне взять себя в руки. Хорошо сыграть. Я сыграла хорошо. Мне очень долго хлопали. Встревает овации Кристина не в первый раз. За три года она собрала дипломы и благодарности за участие в городских и областных конкурсах. Мы очень рады, конечно. Мы не верили даже. Мы получили сообщение. Это радостные смс-ки от дочери, что я первая. Да. Что я выиграла. Мы получили вечером это смс. Но, конечно, мы не верили. И верили, и не верили. Это было безумное счастье. В семье Ковалевых подрастает еще одна дочка с музыкальным именем Виола, которая, надеется, родители продолжат династию музыкантов. Галина Горина, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Дзюдоисты Магнитогорского госуниверситета заняли третье командное место на областной спартакиаде учебных заведений Южного Урала. Сильнее наших только вузы Челябинска. О других новостях спорта расскажет Дмитрий Пашковский. Сегодня в Магнитогорске стартовал Кубок России по настольному теннису. Более 75 мастеров малой ракетки поборются за победу. Турнир этот командный, поэтому никакого индивидуализма. Если проиграешь, подведешь своих партнеров. В общем, почти Кубок Дэвиса. Правила те же, ракетки и площадки поменьше. Скучно точно не будет, хотя не все получилось, как хотелось бы организаторам. Некоторые команды до Магнитогорска так и не доехали. И официальной информации нет, но предположение, что это все-таки связано с финансовыми проблемами, потому что не приехали самые дальние регионы нашей России. Это Калининград и Приморский край. Никто не расстроился. У хозяев, например, появилась возможность заявить еще одну команду от области. Таким образом, Южный Урал будут представлять три коллектива. Два мужских и один женский. Больше не значит лучше. Сегодня свои матчи хозяева проиграли сильной сборной Санкт-Петербурга. В числе фаворитов сейчас у нас Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Известные, в общем, теннисные регионы, которые на всех соревнованиях обычно занимают призовые места. Но неожиданности могут быть в любой момент. Эти самые неожиданности стоит ждать от Свердловской области и Самарской. Южноуральцам придется непросто. Наша команда, составленная из магнитогорцев и челябинцев, существенно уступает. Придется столкнуться с мастерами спорта международного класса. Их подачи укоротить тяжело. И теннисисты, и специалисты в предвкушении решающих матчей. Они состоятся уже в эту субботу. Матчи с участием сильнейших игроков страны можно посмотреть в специализированном комплексе настольного тенниса. Дмитрий Пашковский, Алексей Гондаренко, Вести, Магнитогорск. О развитии событий в нашем утреннем эфире с вами была Светлана Мансерова. Всего хорошего и до встречи. Субтитры предоставлены Светлана Мансерова. Субтитры предоставлены Светлана Мансерова.